В августе минувшего года суд вынес приговор главному обвиняемому по делу об убийстве 19-летнего студента Александра Дудина. Следствие и суд длились долгих 4 года. И в результате преступника приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На других участников нападения возбуждалось уголовное дело за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Однако они попали под амнистию в честь 20-летия Конституции, еще на стадии следствия. Между тем на прошлой неделе наметилось новое развитие этой громкой истории. В ходе судебных заседаний в качестве свидетелей были допрошены два молодых человека. Оба свидетеля с целью оказания помощи своему знакомому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление дали суду заведомо ложные показания о непричастности подсудимого к конкриминируемому ему деяниям. Однако им не удалось ввести суд в заблуждение относительно действительных обстоятельств дела. 20 августа прошлого года суд на основании собранных по уголовному делу доказательств вынес их общему знакомому обвинительный приговор. Теперь, после вступления приговора в законную силу, молодые люди сами стали фигурантами уголовных дел. Отец погибшего на общественной остановке парня Александр Дудин останавливаться не намерен. За эти несколько лет он сотни раз пересматривал видео с камер наружного наблюдения с банка и с видеорегистратора одного из проезжих автомобилей. Рисовал схемы, воспроизводя траекторию движения каждого из тех, кто участвовал в травле его сына. Я подал в следственный комитет заявление с просьбой разобраться. Следственный комитет усмотрел в их действиях состав преступления и возбудил уголовное дело по этому факту. Дальше дело будет передано в суд. Как суд решит, я не знаю. Тогда, сразу после дерзкого убийства, внимание СМИ, в том числе федеральных, было приковано к истории 19-летнего убитого парня. Однако, едва громкие сюжеты показали по телевидению, как о помощи, которую со всех сторон перед камерой обещали оказать Александру Михайловичу, забыли все, кто обещал. Громкие слова никакого развития не получились. Они так и остались словами. Я обращался, ездил сам лично в Москву, в администрацию президента. Обращался в генеральную прокуратуру неоднократно. Следственный комитет писал президенту, когда послание ему, ответа я нигде не получил. Писал Малахова на передаче с просьбой опять возобновить. Человек и закон передачу писал. Александр Михайлович будет и далее добиваться справедливости. Всем понятно, что они все навалились, все били, избивали. И там увернуться от смертельных ударов просто невозможно было. Просто он оказался из них один более удачливый, нанес смертельные удары. А другие что? Они же помогали. И они должны быть соучастниками этого преступления. У нас в стране за гораздо меньше преступления реальные срока люди получают. А тут совершили такое дерзкое убийство и не понесли никакой ответственности. И это вот то, что я сейчас пытаюсь наказать этих двух товарищей за лжественность. Это маленькая толика того, что я могу в память о своем сыне сделать. Хоть какую-то, чтобы эти люди понесли хоть какую-то ответственность за совершенные преступления. Потому как никакого раскаяния я не видел на заседаниях суда. Ничего нет, они все забыли. Смеются ходят, улыбаются, продолжают дальше жить. Теперь, когда фигурантами уголовных дел стали двое свидетелей, которые давали заведомо ложные показания, Александру Дудину снова предстоит давать показания в следственном отделе. Наша телекомпания будет следить за развитием событий.